здравствуйте ну конечно важнейшая новость сегодняшнего дня это указ путина о расчетах в рублях за российский газ экспортируемые в европу недружественные страны ну вот прежде чем что-либо сказать о содержании о последствиях о смысле нужно сказать что самое главное это путин следует рекомендации суркова сеять хаос вот этот указ невозможно выполнить принципе этот указ устанавливает что с 1 апреля то есть с завтрашнего дня он должен начать работать при этом там есть поручение центральному банку правительству в девяти дневный срок в десяти дневный срок там устанавливается режим счета к к установке валютный счет типа к и рублевый счет типа к режим которых не установлен то есть центральный банк еще должен придумать как все это описать то есть на самом деле указ абсолютно не работающий это вот очередные больные фантазии человека психически расстроенного дальше этот указ не имеет никакого бессмысленно обсуждать с точки зрения экономического содержания вот если почитать внимательно да то вроде бы казалось ну а какая разница да там прописана такая схема что ну и импортер газа и немецкой компании венгерская компания польская компания перечисляет деньги на счет в газпромбанке на свой счет газпромбанке в москву соответственно не обращая внимание на то что газпромбанк находится под санкцией в великобритании после этого газпромбанк продают валюту на московской бирже зачисляет рубли на счет этой компании компании тут же платят за поставки газа но казалось бы в чем вопрос да вот точнее вот как это нигде обмана не видно вот нужно хорошо понимать что этот указ он не про бизнес он не про деньги это указ абсолютно эмоциональный политический это политический реванш путина это первое его желание доминировать то есть он говорит ах так вы меня загнали в угол вы меня обложили санкциями ну я вам покажу я вам а отомщу бы страшно там еще а кто не будет слушаться а если не будут брать отключим газ вот что путин хочет путин хочет продемонстрировать европе что вы у меня на крючке что вы от меня зависите что вы без российского газа никуда не денетесь и вы будете жить по моим условиям вы заставляете меня жить по вашим условиям вводите санкции не даете мне самолеты ограничивать имя в логистике я буду вводить свои меропорядки и мой меропорядок заключается в том что вы будете как зайчики приходить вас промбанк открывать там счета и платить за p.de российский газ и попробуйте только ввести санкции на госпромбанк и посмотрим как вы бы после этого будете жить без российского газа вот путин хочет опрокинуть весь режим санкций путин хочет показать что он европу вертел на всем чем только можно и сказать что он в этом мире самое главное что он не человек который живет по правилам о человек который устанавливает правила то есть он рулмейка они рутейка как будут реагировать на это и европейские политики я не знаю потому что вопрос абсолютно политический путин их шантажирует и говорит или вы живете по моим правилам или я вам отключаю газ вот значит не буду не хочу предсказывать действие российских по европейских политиков не знаю как все это выльется на дать дальше надо послушать аргументацию путина он говорит что мы это делаем смотрим на европу который меняет газовые контракты в соответствии с законодательством смотрите европейская комиссия имеет право установление за установки за принятие законодательных актов которые действуют на территории всей европы путин этим указом нарушает штук пять российских законов минимум и он вмешивается в коммерческую деятельность компании газпром и вообще говоря там и со сам указе пишет да что закон закон на налоговый кодекс не действует это закон не действует я меняю закон о валютном регулировании то есть вот если даже предположить что когда-то этот там газпром с потребителями газа дойдет до суда до международного то газпром не сможет отсудить сказать что у меня понимал поменял законодательство стране и я действовал соответствии с новым законодательством но самое главное что ведь условия оплаты газа они прописаны в контрактах и об этом все говорят и все знают что у газпрома с каждым из потребителей есть контракты попытка сегодня там завтра 1 апреля далее там через месяц когда наступит срок платежа по первым контрактам сами которых газ начнется выставляться 1 апреля на самом деле будем жить месяц еще в состоянии неизведанности нужно понимать что оплата за газ начнет поступать примерно в мае то есть за апрельский газ нужно будет мая расплатиться так что вряд ли там 1 мая апреля прямо все за газ остановится до 1 мая доживет а там праздник солидарности трудящихся всех стран так вот никаких изменений в контракты нет и газпром ну вот он соответственно должен прийти своим потребителям и должен сказать ребята у меня изменилось законодательство у меня изменилось регуляторные условия давайте обсуждать как мы будем менять наше соглашение западные компании потребители газа берут своих юристов анализируют указ путина то есть но они могут газпром просто послать так как туда же куда российский военный корабль вот они как слушайте у это не изменение законодательства это филькина грамота потому что президент путин не имеет права принимать такие указы и законодательство здесь не меняется он наоборот нарушает законодательство это вот заключение наших юристов газпром где твои юристы покажи о газпром же есть и международные юристы европейские английские американские французские и вот эти юристы газпрома начинают чесать что там только можно умилировать или у себя и понимают что защитить позицию газпрома они не могут ну и соответственно газпром как как не смешно с газпром становится крайне то есть вот наступает какая-то дата предположим это первое мая когда компания европейские компании не платят в рублях а перечисляют газпрома на те счета которые записаны в контрактах платежи в евро в долларах во франках швейцарки в чем в какой другой валюте и значит после этого газпром если он не останавливает поставки газа ты должна сделать федеральной таможенной службы и грантик закрывается там день закрывается 2 закрывается 3 закрывается ну соответственно там у кого нервы не выдержит оттолю газпрома взорвется труба только спам закрою все свои там половине четверть своих месторождений закрутит вентиль то ли европейцы начнут мерзнуть хотя в мае уже наверное будет тепло и спрос на газ называется будет не такой высокий даже если вводить отдел там же был зимой когда повышенный спрос на газ вот а дальше европейские потребители дружным строем идут в суд и отговоря слушайте газпром нарушил свои условия вот у нас есть действующий контракт никаких изменений в этот контракт не вносилась никакого юридического заключения газпром не представил что меняются условия контрактов что у него изменено законодательство и поэтому мы должны передоговориться поэтому мы выставляем газпрому счет а счет это не только стоимость непоставленного газа мы собираем со всех наших потребителей информацию о том какие они понесли убытки кто-то остановил производство у кого-то произошла технологическая авария где-то замерзли люди где-то что-то еще произошло и в результате газпром заплачет раза в три в четыре больше чем стоимость непоставленного газа но путину наплевать на это дело он играет в политическую игру еще раз это не про бабки это не про деньги здесь не добро побеждать не бабло побеждает зло а здесь зло побеждает добро зло побеждает жизни это это идеология путина нужно понимать что путин ведет уже звериную борьбу со всем миром пытаясь доказать что он и есть та самая крыса загнанная в угол который побежала и начала за всеми охотиться то есть вот тот образ крысы которую путин загонял будучи мальчиком на каком-то этаже питерской многоэтажки вот эта крыса побежала и эта крыса путин который хочет покусать всех вот в чем смысл этого указа вот что случилось сегодня подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и я вам буду объяснять что происходит до новых встреч до свидания